Здравствуйте! Как устроен ваш дом? Как вы и те, кто вас окружают, ведете себя в вашей квартире? Наверное, решать вам. А вот как устроен дом Бога, православный храм? И какие в нем правила поведения? Об этом сегодня в цикле бесед «Как жить по православному» с отцом Владимиром Вигелянским. Как часто и сколько раз нужно ходить в храм? На воскресную литургию человек обязан, церковный православный человек обязан прийти каждое воскресенье на воскресную литургию. И по большим праздникам, двунадесятым праздникам или праздникам еще большим праздникам в честь Матери Божьей. Нет, это есть 12 таких праздников. Но есть еще праздники большие, как память святителю Николая или покров Божьей Матери. Они не являются двунадесятыми праздниками, но они большие церковные праздники. Вот на эти праздники нужно ходить православному христианину обязательно. Если нет возможности, я понимаю, всякое бывает, нет возможности в воскресенье прийти, можно прийти в будни. Но для некоторых людей этого мало. Они хотят еще помолиться. В 10 начинается служба утренняя, а вечерняя? В воскресенье, в храмах, в больших храмах две литургии, ранняя и поздняя. Поздняя обычно начинается в 10. Если нет ранней, то во многих храмах служба начинается в 9. Вот. Это воскресенье. А в будни обычно служба рано начинается, в 8 часов утра, иногда раньше. А вечером? Вечером в 5 или в 6 вечера. Это вечернее богослужение. Если человек хочет причаститься, то он обязательно должен быть накануне вечером на службе, чтобы участвовать в суточном богослужении. Вечерняя служба, вечернее утреннее, или она соединяется во всеночное бдение в субботу вечером, вечернее утреннее, это вспоминается Ветхозаветная жизнь, когда весь мир жил в ожидании Христа, Мессии. И человек приносит жертву Богу, приходя на всеночное бдение или на вечернее утреннюю. Потому что литургия вспоминает приход Господа на эту землю. И уже приносится... То есть вечером мы вспоминаем жизнь человечества до Спасителя, а утром с Ним встречаемся. Да. А утром Господь приносит себя в жертву человечеству. И довольно странно бывает, когда люди приходят на литургию, как бы принимая жертву Богу, Бога человечеству, и не приносят сами никакой жертвы вечером. В документах НКВД различали верующих фанатиков и не фанатиков. Фанатики это те, которые приходят вечером на службу, кроме утреннего богослужения. А не фанатики это те, которые вечером не ходят, а ходят только утром. Итак, в храм мы заходим, крестимся. Да? Вот первое наше движение. На кого для себя крест, да? Перед храмом или войдя в него? Или и перед, и накладывая? И перед храмом, и войдя в него. А при этом что-то произносим? Про себя. А что? Есть какие-то канонические вещи, которые нужно произносить? Канонических нет. Это традиция. Определенная традиция. Есть притча о мытаре и фарисеи в Евангелии. И там рассказано про оправданного мытаря, который стоял у входа в храм и говорил «Господи, милости будем не грешному». И вот эта молитва, она молитва мытаря «милости будем не грешному» она является традиционной для человека, который входит в храм. Человек трижды себя крестит, кланяется на три стороны прямо, направо и налево и произносит какие-то молитвы желательно те, которые по традиции мы делаем. А можно просто сказать «Господи, помилуй меня». После этого подойти к свечному ящику, если есть такое желание купить свечки. Свечка это есть «Господи, что значит есть такое желание?» Но если есть деньги, свечка это жертва определенная человека и храму и Богу. это есть образ нашей молитвы. Огонь идущий снизу вверх это есть горение нашего сердца. Обязательно нужно праздничной иконе поставить свечку. Праздничная икона это которая находится в центре? В центре. Это та икона, которая выставляется ради сегодняшнего праздника. Если это воскресный день, то это икона воскресения Христа. Ты прошел к свечному ящику, купил количество свечек, которые для себя определил. Если у тебя есть сомнения, спросил, куда лучше поставить свечки, какая икона для этого храма, такая самая чтимая, почитаемая. То есть вот это все можно безусловно спросить. И тогда ты определяешь, какое количество свечек покупаешь. Дальше там же ты пишешь записки. Берешь листочки, карандашик. За каждым свечным ящиком это есть. О здравии и об упокоении. О здравии и об упокоении. Ну, формы написания записок в каждом храме существуют. Я часто обращал внимание. И опять же можно спросить. И вот дальше ты двинулся в храм непосредственно. Сразу первым делом к праздничной иконе. Перед иконой дважды крестимся и кланяемся иконе. Потом к ней прикладываемся и потом когда отходим третий раз крестимся. И все-таки количество поцелуев чем прикладываешься? Губами, лбом. Конечно не нужно целовать в изображении в уста например или в голову спасителя или еще что-то. Для этого есть или рука или в лосы или плечо или просто в сторону. Но так чтобы это было учтиво. Чтобы это было почтительно. Не оскорбительно. Вот. Мы целуем не деревяшку и даже не изображение красивое изображение на иконе. Для нас икона это есть окно в тот мир небесной жизни. И мы это есть образ Христа а не сам Христос. Это не есть физическое тело которое мы которому мы поклоняемся. Мы поклоняемся не изображению Христа через изображение Христа самому Христу. Чувство извините да негоже так говорить но брезгливость когда перед тобой только что какой-то очень неприглядного вида человек прикоснулся к этому месту. Если есть это чувство то прикладывайтесь к другому месту. Раньше в хрущевские времена были даже плакаты что церковь рассадник болезней и эпидемий и так далее и что все причащаются из одной ложки из одной чаши я не знаю ни одного случая который бы говорил бы о том чтобы в церкви кто-то заразился я читал воспоминания о том как происходило причащение в блокадном Ленинграде когда за одной службой причащалось по 8 тысяч человек ничего этого не было подошли мы к праздничной иконе совершили все действия дальше как правильно сориентироваться к Богородице или к Спасителю есть ли какое-то вот чинследование по важности икон что ли ну в каждом храме есть свои святыни как вы сказали есть иконы с мощами святых они особо особо почитаются есть иконы иногда обвешанные золотыми цепочками крестиками это есть знак того что эта икона чудотворная что она помогла по молитвам через эту икону к Божьей Матери или к Спасителю или к какому-то святому целителю Пантелеимону или еще кому-то эта икона принесла выздоровление или выказала чудо по отношению к этому человеку который потом ее отдарил купив купив какую-то золотую цепочку это есть знак какой-то благодарности вот есть иконы вот в первую очередь к ним нужно подходить если вы знаете если не знаете то подходите ко всем но все-таки нет такого что правила что сначала к Спасителю потом к Богородице нет правила вот есть такое негласное правило что мы подходим к праздничной иконе воскресенье это обычно икона Спасителя праздничная а потом подходим к тем иконам которые по бокам развешены отец Владимир чего нельзя делать в храме в храме нельзя разговаривать это обычное во время службы это обычная ошибка людей люди иногда приходят в храм видят своих знакомых и это становится клубом встреч особенно наверное в некой такой новой молодежной среде нет да меня поразило за границей в русских храмах там люди встречаются это еще и как бы сказать клуб встречи действительно встреч людей у них нет возможности в другом месте встретиться и они встречаются и начинают разговаривать друг с другом а не молиться разговаривать еще нельзя разговаривать нельзя делать замечания в храме часто употребляют термин шипение старушек это нельзя делать никто их на это не благословлял и если подходит человек и начинает вас чему-то учить спросите а вас батюшка благословил учить в храме это люди большей частью отвращают людей от храма делая свои бестактные замечания иногда ведут себя по отношению к людям выказывают злобу что в храме вообще категорически нельзя очень большой грех мы туда должны идти с примиренным сердцем простив всем своим обидчикам иначе наша молитва не примется господом одежда женщин и мужчин в храме надо одеваться скромно вот не вызывающе это главное требование женщина должна быть с покрытой головой это требование есть у послания апостолов а мужчина соответственно с непокрытой головой женщина не должна одеваться в мужскую одежду брюки имеется ввиду имеется ввиду брюки но безусловно в нашей холодной стране страшные морозы тогда надо когда женщина надевает какие-то какую-то одежду которая сохраняет ее в тепле тогда надо надевать длинную пальто ведь есть 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 случаи когда не пускают в брюках просто не пускают в монастыре не пускают в монастырь да вот при входе в монастырь в Троице Сергия Лавра люди берут на прокат юбку и Псково-Печерском монастыре берут на прокат юбку я служу в храме в котором какая-то часть людей одета не так как нужно в храме но мы тут должны еще раз напомнить что отец Владимир служит в храме мученицы Татьяны которая у нас при Московском государственном университете поэтому очевидно наверное молодежь молодые люди девушки не надевают платочков приходят в брюках у нас практика священников не делать им никаких замечаний а вот эти вот ребята с ирокезами с серьгами у вас там бывают бывают ко мне креститься приходят с серьгами я никому не делаю никаких замечаний не потому что я как вы говорите добрый из передачи в передачу слишком вы добрый бать слишком добрый нет вы знаете что если они будут приходить в церковь то в какой-то момент они начнут себя нет они себя будут сравнивать с другими если они по собственному желанию по свободе своей откажутся от брюк наденут платочек и снимут серьгу то это будет большим достижением видеокамеры в храмах фотоаппараты в храмах звонки мобильных телефонов как вы реагируете на звонок мобильных телефонов в храме ну пока улыбаемся мы со священниками переглядываемся и просто улыбаемся но если это начнется трезвон то конечно мы будем вынуждены написать объявление чтобы выключали мобильные телефоны во время службы вот что касается фотографирования и камер то во время службы это нельзя делать или только по благословению священника ну да витаянство венчания снимается почти всегда да вот это приходит спрашивают благословения если это цели благочестивые то вполне можно таинство конечно снимать нельзя я не люблю когда в документальном кино показывают причащение или исповедь людей это есть тайна и мы не должны вмешиваться в частную жизнь человека когда он наедине с Богом какие места нельзя пересекать да вот мирскому человеку ну нельзя входить в алтарь без благословения причем это грех именно грех это грех конечно потому что все таки разговоры и это как-то понятно прегрешение больше бестактности это грех конечно это освященное место и туда входят только те кто участвует в службе вот кто участвует кто сослужит священнику или священник или кто сослужит священник в православных храмах на службах стоят все обязаны стоять и ну наверное только да какие-то уж совсем люди немощные да им позволительно сидеть почему когда мы познаем сладость молитвы нам сидеть не нужно будет мы если у нас болят ноги если мы устали то несмотря на то что вы молоды и не не выглядите старым можно сесть как говорил святитель филарет московский что лучше сидеть и думать о боге чем стоять и думать о ногах да да поэтому не будет никакого греха если человек устал или у него болит спина чтобы он сел на скамейку на которой сидят старушки но надо помнить о том что наши службы современные не такие длинные как в средневековых храмах по 4 по 5 часов но я вас уверяю что я видел в монастырских службах на монастырских службах стоят и старушки и огромное количество людей которые службы идут 4-5 часов люди привыкают когда они видят сладость в молитве в общей молитве то они об этом не думают сидение расхолаживает человека расслабляет его делает его душу дебелой аморфной это молитва это горение устала спина встань на коленки устали коленки встань на ножки совсем устал по 10 насколько пригрешение не вставание на колени никакого пригрешения хотя есть обязательные молитвы когда мы должны встать на колени но если у вас болят ноги и и вы не можете вставать на колени так никакого греха не будет болезнь это и есть уже несение определенного аскетического состояния это уже есть пост сама болезнь поэтому тут сугубых вещей не нужно для истязания никому не нужно милостыню на паперти при выходе давать или при входе ну как сердце у вас располагается к этому вот как у вас сердце располагается правил здесь нет никаких абсолютно но в евангелии говорится просящему дай если вас просят и у вас есть то надо дать но не делать из этого фетиша каждый раз когда православный человек видит храм он должен перекреститься и поклониться это так в евангелии сказано молитесь и поститесь в тайне что это означает это означает что мы в обществе людей не христиан открыто молиться и поститься не должны но тем не менее когда я езжу по москве и вижу как люди сидящие в машинах мимо храма накладывают на себя крестное знамение мне приятно ну когда они едут в машине они едут в обществе своих знакомых люди верующих если один так он сам перед собой почему это очень хорошо и все это правильно но в принципе никакого не будет греха если вы едете в троллейбусе и проезжаете храм то вы только про себя скажете господи помилуй меня грешного вот мысленно мысленно перекреститесь и произнесете про себя молитву это вполне нормально это не будет греха что вы не перекрестились а так на вас обратят внимание это часто бывает исчиславие вот какой я благочестивый хороший и какой я хороший если есть такое то лучше не надо так что такое церковь что такое храм в жизни каждого православного человека иной мир и человек попадая в храм готовит себя к переходу в иной мир этот отблеск иного мира присутствует в храме во время богослужения кроме того человек находящийся в храме накладывает на себя определенные обязательства мы молимся за весь мир и пока существует эта молитва может быть и существует этот мир поэтому наша молитва должна быть искренней наша молитва должна быть очищена от горделивых мыслей что мы делаем какое-то доброе дело это есть обязательство каждого человека молиться за других это есть первая наша обязанность закона любви мы не можем выказать эту любовь в жизни своей не могли оказать эту любовь при жизни человек когда мы молимся после смерти человека об усопших мы должны выполнить этот закон этой любви чтобы вместе с другими помолиться за весь мир и за каждого человека в отдельности и за самого себя наша душа тоже требует этой молитвы спасибо вам мы с вами снова были на одной из наших встреч наших бесед как жить по православному до свидания субтитры Субтитры создавал DimaTorzok